Добрый вечер. Без посредников на телеканале ТНТ «Онега» в нашей студии депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер. 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 Слово. Ну, в общем-то, я думаю, всем сразу бизнесменам стало ясно, представителям власти, тем более, что это за слово. Пойду потом в интернете посмотрю специально, что это такое. Не суть, я, конечно, не издеваюсь нисколько над тем, кто это писал, но давайте реально оценивать, да, практику и теорию. По-моему, сейчас важнее практика, что в реальности происходит. Теоретически должно работать так-то, а практически все наоборот. И все наоборот, правильно. Местных производителей нас отжимают. Ну, местных я имею в виду даже наших по оригинальному замещению. Петербург идет, Москва жмет, берем хлебобулочные продукции, выжимают. Станкт-Петербург область. Мясо выжимают. Ничего нашим не отдает. Здесь нет возможности. Мы говорим поддержки. Не такой поддержки нет. Какие-то надо заградительные меры в форовом поле придумывать по их, я уж не говорю развитии, хотя бы, чтобы они удержались. Потому что кругом идет, я говорю, вертикальные структуры, плюс вот это засилие, где идут большими ресурсами, деньгами и отжимают наши. Завтра мы вообще не увидим ничего здесь. Даже вот если говорить о развитии нашего туристического края, никаких у нас, ни дороги у нас нету, ни до Соловков заехать с Кемитом или Беломорско, нормальных там разместиться условий. Какие же, слава богу, ходят эти старые наши кометы тут два раза в день. А где 8 теплоходов одновременно, чтобы стояли здесь на пирсе и люди могли по программе, там 40 автобусов их развезло на Кивач и так далее. Ведь этого ничего нет. Ну так а тогда что? Вот тут читаем лекции. Сами себе пусть читаем. Я бы сказал, и причал это у нас нет. Как я говорю, даже нет таких вопросов глобальных. Ну может быть, вот к столетию Карелии деньги какие-то появятся. Забейте в программу это. Ну я уже как бы из выступлений понимаю, к 20-му году, что аэропорт хотят сделать. Но надо максимально сделать большой. Сделать причал, чтобы все суда обязательно здесь заходили. То есть те, которые идут на Кижи, и Петрозаводск их принимал. И вплоть до ночевок здесь. И вот эти задачи Министерства экономического развития в программах, а читать там лекции какие-то там. Абсолютно согласен. На фоне звучит того, что Минздравтус подвел в итоге у нас очередное, что у нас и как. И оказывается, в Карелии смертность выше, чем в России на 15%. Отличный просто результат. 7% в год отток населения. 630 тысяч нас вообще в Петрозаводске. В Карелии осталось, из которых половина в Петрозаводске проживает. Перспектива замечательная. Потом мы удивляемся, почему у нас молодежь уезжает туда-то, туда-то, туда-то. И вообще люди уезжают. Да потому что... Это не Министерство здравоохранения. Это нет. Это подсчет подвело просто, да, Минздрав. По Минздраву отдельное направление. Модернизация. Деньги вложили, оборудование купили. Так вот только пользоваться им не умеем отчасти. Где-то специалистов не хватает. Но все равно, я вот считаю, по Министерству образования есть прогресс. Здравоохранение. Здравоохранение, да. Ой, образование. Здравоохранение. То есть вот и оборудование в поликлиниках, в больницах. Мы все равно перешли на новый уровень. И вот я смотрю, как вот трудится улича. Она такая молодец. Я думаю, одна из немногих министров, которая предана этому делу и болеет. И искренне ездит и по районам. На удивление. К Валентине Васильевне никогда претензий не было, на самом деле. Но другой вопрос, что мы где-то шагнули на новый уровень, да, а где-то все так и осталось. Сходите в простую поликлинику, и все станет ясно, где, чего и как. Не, ну где-то движение. Сразу не может быть такого. Согласен. Я бы был дети или внуки это почувствуют. Есть уже и гомернаторизация, есть и талончики, разные поликлиники по-разному. Все равно есть движение вперед, я считаю, что какое-то, да. Но понятно, что сразу ни в одной области мы дальше не двигаемся. Но какое-то финансирование уже и из федерального центра, плюс и республиканское, есть движение вперед. А то, что вы говорите, вообще это итоги жизни здесь, а работы нету, конечно, будут уезжать. И если закрылся, законсервировали на двоицкий алюминиевый завод, да, ну куда люди, они, понятно, или уехали, или уедут, им там что делать. Таких очень много. И в лесу прохозов такая система есть, в поселках все равно. Но, может быть, я говорю, программы должны быть, когда их ликвидировать, ведь надо понимать цели и задачи, да. Они строились под заготовку леса. Ну а сегодня может их оттуда выселять людей, переводить в более комфортные условия жизни. Если они стратегическом развитии региона не нужны, да. Мы дороги провели напрямую там на Петербург, на Мурманск. Все эти поселки, которые кормились возле трассы, вылетают сегодня, да. Ну, чтобы магистрали были транзитные, мощные. Значит, они какой-то подкорм уже теряют точно. Дальше у нас это проблема с этим отоплением, там везде котельные. Так тогда и думать, или укропнять, или, значит, переселять людей. Посмотреть стоимость. Я думаю, что вообще вот этот вопрос должен решаться на самом высшем уровне. Руканство страны должно понять, а зачем север? И вопрос, север в каком виде? Крупные мегаполисы с какими-то крупными комбинатами, или это маленькие деревушки? Но это концепция, не на один год, это надо, значит, на 30-40 лет написать. На десятилетия, это все правильно, да. И тогда мы будем знать, что мы развиваем поселки, там, строим, туда притягиваем. Или мы просто эту землю всю под дачу отдаем, пускай это будет курорт дачный. Вот и все. И чем больше народу отсюда уедет, с севера, тем даже может быть и лучше будет. Министерство экономического развития, концепцию разрабатывать. Давайте еще так скажем, что концепций много у нас на самом деле, счастья только нет. Я напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». В нашей студии был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Ну а провел для вас эту программу я, Денис Базанков. Увидимся на телеканале ТНТ. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!